доброе утро дорогие друзья сегодня 15 ноября сегодня я ждала этот день для посадки чеснока но посмотрела на градусник сейчас сейчас на градуснике 0 но он врет на 4 градуса показывает больше больше это значит сейчас минус 4 вот так дождалась 15 ноября больше не буду придерживаться этих календарей огороднических погодных связанных там с луной и со всем этим буду сажать в том году я посадила в декабре чеснок и был хороший урожай я вообще не смотрела да я и не знала что есть такие календари для посадки не знаю может быть распогодится вроде как просматривается там вот голубое небо за тучками но это не факт бывает такое что вот утро начинается вот так хорошо а потом все затягивает и пасмурно дождь ветер и так далее вот ну что немножко подожду немножко займусь здесь делами в доме ну а потом посмотрю я не знаю видно вам там или нет ходит какой-то мужчина вот он и убирает вот эти спиленные ветки а я еще вчера лежу на кровати и смотрю подошел видимо этот же мужчина подошел к дому посмотрел так посмотрел и вернулся назад думаю что это было на оказывается он просто вчера вечером видимо его попросили наняли вот пришел посмотреть объем работ и вот сейчас убирает все вот эти спиленные ветки с дуба будет распиливать наверное ну в общем занимается здесь уборкой ну а у нас здесь игры маруська играет со своей доченькой я постелила здесь плед что-то так жалко мне пятой точкой вытирать вот этот вот эта красивая покрывала связанная мной а сижу я здесь в основном здесь занимаюсь рукоделием в общем жалко мне стало постелила плед вот в этом месте где я сижу там был вопрос друзья мастер-класс по этому узору есть и я вижу что он пользуется популярностью я имею ввиду этот мастер-класс но вчера поступил вопрос как соединять мотивы я где-то рассказывала но сейчас вот на пальцах вам покажу вы все поймете значит смотрите видите у меня вот здесь вот шов вот этот на изнанку вы можете сделать его на лицо чтобы он был здесь но мне папа мне вот получается цельное полотно если шоу все-таки с изнанки потом просто вот так вот собираете вот смотрите вот я вывязывала 12 мотивов и сначала соединяла вот так вот складывала их вот так прям складываете и цепляясь за один и за второй мотив сшиваете столбиками без накида вот так сшили вот эту полоску вот она у вас будет вот так эти да вот а потом сшили ее по но вертикали если это допустим у вас была горизонталь шили все 12 мотивов по горизонтали а потом сшили все их по вертикали потом еще навязываете 12 мотивов также соединяете их между собой и уже потом соединяете их по длине и вот так вот мы двигаемся сшивая вот наше полотно будет конечно же расти я думаю что я понятно объяснила я желаю вам удачного завершения проекта если вы начали вязать это красивейшее покрывало не пусть у вас все получится а я вчера как раз довязала вот этот коврик из так скажем пряжи был это был лежачок для кошек но потом как-то что-то с ним случилось то ли после стирки в общем стенки перестали держать форму и я распустила этот лежак и связала вот такой коврик друзья вы знаете как хорошо сидеть вот здесь на диванчике и держать и ноги на этом коврике ноги в тепле вот значит он где-то в радиусе 60 сантиметров в диаметре я имею в виду не в радиусе в диаметре листик этот я еще не пришивала может быть и не буду пришивать вот так вот выглядит детон с изнанки вы мне там тоже писали что тоже начинали связали вернее себе уже несколько таких ковриков ни одна подписчица мне уже об этом писала и мне конечно же очень приятно это слышать у меня уже вот такое количество этих красивых ковриков а я сейчас только сейчас увидела что они разные по размеру эти кленовые листочки видите сюда и пришила наверное самый большой вот кстати когда я пришивала этот листик я думала что я уколола пальчик и вот все это началось но потом оказалось что все таки это герпес с каждым днем друзья все лучше и лучше с пальчиком так что не переживайте за меня все хорошо куплю я таблетки ацикловир и мазь ацикловир сейчас уже я применять это не буду но в аптечке пусть лежит вот и йодом в этом советовали люди пишут мне что лена кто в земле возится у кого свои дома тот и как бы это числе часто высыпает такое на руках сразу нужно прижигать йодом ой друзья чтобы я без вас делала столько вы мне прислали советов все не перепробуешь но вот видите опарить оказывается нельзя было но кто же знал кто знал что это герпес но ничего беды я много не наделала может быть и к лучшему может быть он пропарился и все это быстрее прошло в общем пальчик уже начинает выздоравливать уже все хорошо кстати по поводу трикотажной пряжи смотрела сегодня я трек-код у меня есть такая программулька в телефоне приложение трек-24 очень интересное приложение очень хорошая в том плане что показывает все все трек-коды которые идут из-за границы по россии в общем любые трек-код туда вносите и можете спокойно следить за вашей посылочкой так вот посылочка 8 килограмм идет из т-декора конечно же это трикотажная пряжа такого синего цвета вот я заказывала в рамках сотрудничества под покрывала из джинсы которые я пока пока не делаю не расстраиваю но займусь этим у меня вот в общем решила подбить немножко дела вот закончить коврик закончить шапку закончить налобную повязку и чтобы эти работы на меня не давили в том плане обязательству что я должна их закончить в общем буду вот так потихонечку хотя вчера мне так хотелось заняться этой выкройкой но думаю нет ли надо дело этот коврик потому что идет пряжа опять ты из новой пряжи сейчас начнешь вязать и это у тебя будет лежать в долгом ящике в общем пересилила я свои желания и вчера дашь довязала дошила вот этот коврик так что может быть сегодня пойду за посылочкой и конечно будет обзор пряжи но там не только пряжи там еще и много чего и заготовка ловец новые кайму я там заказывал не кайму а тесьму в общем все потом конечно же вам покажу в этом пишите лена а что же когда вы сделаете камин что вы будете нам показывать дальше ну во первых давайте покажу вам вчера я один раз прошла помните здесь облуплена вот уголок был облуплен и вот здесь вот была щель между стеной и внизу там ну в общем облуплена все было вчера я все это по заделывала вот я вам показываю вот здесь вот все прошлась вот здесь тоже щель заделала и хотела замесить еще один замес и заделать вот здесь вот вот эти щели но чтобы было ли то и все чтобы я здесь уже могла выкладывать свою вот эту плиточку которую я делала своими руками да кстати был тоже комментарий лена не можем найти где вы показываете рецепт ну как сделать плитку из гипса сколько там воды друзья я в общем забыла про то что мне нужно этим заняться да и честно говоря нет времени искать у себя на канале эту информацию вы не бойтесь вы методом так скажем научного тыка как я называю просто сами поймете сколько вам нужно налить ну воды и гипса не бойтесь экспериментов один замес запорите потом поймете как это делается но там по моему около 800 грамм воды где-то на тело 200 гипса и я грамм 100 сыпала в этот замес еще раствор жид наливного пола для крепости вот этой вот плиточки вот гипс смешиваем вот этот кило 200 или там килограмм да нет кило 200 наверное смешиваем состав 200 грамм положите наливного пола ничего страшного не будет и все это сыпем воду самое главное правило не воду лить в гипс а гипс сыпать в воду то есть сухое сыпем в жидкое и потом размешиваете и разливаете по вашим силиконовым формам вот так что у меня сейчас по плану вот здесь уже лежит терка или кельма как ее правильно называют вода пока есть вот сейчас я заделаю вот здесь тоже вот видите щели не успела я но без воды как говорится не туда и не сюда инструмент не помыть ничего не сделать вот здесь а значит вот под столешницей лёшек посмотрит полиуретановый молдинг красивенький привезет а вот сюда вот в обрамление вот этой топки мы уже купили вот такие наличники деревянные они оказываются друзья еще и продаются я думала что такую роскошь уже и не выпускают что сейчас наличники мдф все идут нет и вот здесь будет я это все почему деревянные я хочу их покрыть такой же марилка посмотрите на эту довольную морду в общем на камин ничего ставить нельзя облюбовали уже коты и и вот они любят здесь сидеть все по очереди монка очень любит вот видите улегся вот смотрите что здесь будет здесь будет лёшек уже мне выпилил под угром под углом 45 градусов я одной рукой не смогу вам показать но вы поняли что вот эта топка будет обрамлена вот таким вот простым молдингом и вот здесь тоже будет молдинг под столешницей но он будет вот под углом 45 градусов то есть не прямо а вот так вот чтобы как-то придать но красоту этому я бы сказала классическому камин здесь я не хочу никаких венделей никаких балясин а вот чтобы он был простой классический камин ну наверное под стиль нашего дома под то что у нас уже есть ну и сама комната маленькая как бы наверное предполагает что здесь все должно быть максимально просто вчера я тоже зажигала этот камин в смысле как зажигала ставила вот эту лампу я уже вам показывала мне нравится и с этой лампой мне нравится и вот с этим освежителем воздуха даже с освежителем воздуха ну как-то поинтимнее как-то ну как сказать не так ярко светит и мне даже такой свет нравится больше еще я сюда вставляла диска лампу это вообще бомба не знаю в этом видео покажу но еще покажу может быть когда будет все готово тогда и включу вам ну вмонтирую или новое видео сниму как это выглядит диска лампа дает вот такие красивые разводы на потолок и свет из камина в общем новый год уже скоро морозе морозь морозька ты пришла посмотреть да пришла посмотреть что здесь такое красивое да шпуля 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 иди сюда моя девочка иди тоже посмотрите иди ты не хочешь посмотреть ты не хочешь посмотреть нельзя здесь драть морозька сидит смотрит на камин как завороженная там диска лампа вот такие вот огоньки на потолке и и вот такой свет очень красиво морозька любуется красиво да морозь как красиво конечно камера не передает все красоты сейчас я вот так вот сюда так смотрится комната камера прыгает как есть кузьма пришел тоже посмотреть да кузя что здесь такое да шпулька на диване улеглась такая у нас красота новый год скоро готовимся хочется конечно украсить этот камин может быть сшить какие-то валенки деда мороза повесить сюда чтобы положить туда какие-то подарочки или просто для красоты может быть гирляндами украсить а вообще мне сходить нужно в фикс прайс и посмотреть может быть уже что то есть к новому году и посмотреть там и может быть приобрести декор именно вот для нового года и для нашего конечно же очень красивого камина к новому году он будет готов точно здесь уже совсем чуть-чуть осталось вот я говорю щели плиточку внутри еще одна один слой финишной штукатурки покраска крепеж молдингов и все камин будет готов порылась у себя в закромах посмотрите какие красивые нашла елочные игрушки покупала я их помню фикс прайсе неплохо бы было они и вот здесь неплохо смотрятся если под столешницу каким-то образом их вот здесь вот прикрепить вот такие сердечки вот такие елочка с шишечкой не знаю как это долго проживет здесь вот 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 там уже коты что-то нашли вот такую елочку нашла и вот такие веночки хорошо что я вспомнила смотрите как тоже красиво бы можно было здесь как-то их прикрепить вот так красиво смотрится на камине ну и конечно же гирлянду вот елочки в тему этим елочкам сто лет в обед это так давно я покупала я не знаю наверное лет двадцать назад точно это еще покупалась в москве вот еще и звезды есть такие мне кажется эту коробку со звездами я вынесла в сарай надо будет сейчас пойти понаходить уже как-то друзья пахнет новым годом и с камином теперь все это будет смотреться очень красиво елочку вот такой вот это вот все покупалось друзья в фикс прайсе так ладно помечтала теперь надо дальше заниматься с камином сейчас пойду выставлю банку сегодня молоко и посмотрим что там на улице что-то как-то очень свежо друзья очень свежо да мороз был мороз был вон я вижу на кочках все белесое какой чеснок нафиг чеснок отменяется вон посмотрите вся земля белесая ладно да вот даже на стекле прикиньте мороз ой какие красивые узоры посмотрите в теплице ну что значит чеснок отменяется вон вся земля белая вся земля покрыта инеем вы мне там пишите лена у вас такая черная земля наверное это хорошая да земля здесь очень хорошая очень хорошая и вы еще спрашивали что это за белая тряпка вот у соседей которые вот сейчас видите порвало друзья она меня не напрягала не знаю будут ли они вот это дело все восстанавливать ну во первых там живут соседи которые не перекапывают землю там вот вы видите там сад у них деревья фруктовые и все то есть там целина естественно сорняк и все это дело летит ко мне в огород там когда дуванчик свои семена пускает по ветру ну и много чего другое и вот это вот тряпка она как бы это ну хоть немного но удерживает эти сорняки до семена сорняков да и вообще вы знаете наверное как-то ну приятнее когда вы не видите что там делают это делают соседи чем занимаются ну не знаю я например спокойнее себя чувствую когда я не вижу посторонние взгляды ну это как вот за стеклом да вам же наверное приятно когда вы дома и только вы никто на вас не смотрит и вы занимаетесь там какими-то делами нежели будут посторонние взгляды следить за вами вот поэтому тряпка это меня не напрягало и молодцы ребята вот если восстановят хорошо конечно же ну ветер все порвал мороз а цветы посмотрите посмотрите какая красота все мороз был юбка уже видите прям видно что ударенный морозом ой давайте немножко полюбуемся о ветер был даже перчатку надо будет постирать все перчатки пособирать забросить в машинку и постирать все друзья зима вон уже сосульки висят видите это вытяжка для газа вот это наша турбина газовая у нас двухконтурный котел сейчас откроем откроем кусок выставим баночку и будем ждать молочко у меня опять почти целая банка трехлитровая осталась молока сегодня буду опять делать творог уже мисочку сделала вот и наделаю блинчиков заготовочку на морожен Лешек приедет с собой возьмет уже сделал мне заказ Лен сделай мне тоже блинчиков чтобы я с собой мог взять в Москву вот такие вот сегодня планы изменились чеснок отменяется буду сейчас заниматься камином и скорее всего попробую сегодня вот этот нож дисковый и дальше начну кроить вот эти блоки шить для покрывала тоже сегодня был комментарий где мне женщина написала на старости лет домик я вам не завидую и правильно делаете зависть это плохое чувство не надо мне завидовать старость моя далеко еще и потом все мои бабушки умерли в своих домах и на своих ногах я хочу сказать движение друзья это жизнь ну каждому свое кому-то квартира кому-то частный дом я выбрала именно последнее потому что я давным-давно мечтала еще не было даже вопроса о том ну детьми не поднимался вопрос о разъезде что они захотели жить отдельно поэтому мы продали квартиру и купили каждому индивидуальное жилье вот но уже тогда мы мечтали с Лешиком о даче и уже стали как-то откладывать денежку которая сейчас вся в этот дом ушла но вот видите мечты сбываются и мы очень рады что приобрели этот дом мне здесь комфортно мне здесь живется хорошо дышится легко и я повторюсь каждому друзья свое кому-то нравится жить на этажах в квартире в этой как еще называют человейники ради бога конечно же если вы вам такая жизнь нравится вам не нравится возиться в земле не нравится в своем доме действительно очень много работает но мне как раз друзья это все и нравится потому что я это все делаю с удовольствием не будет здоровья не буду делать дом крепкий на мой век хватит в доме все удобства мне не надо топить печку мне не надо ходить на улицу в туалет магазин теперь рядом если уж совсем состарюсь как-нибудь доковыляю пятерка вот здесь буквально в 300 метрах от моего дома вот ну и потом у меня есть дети так что друзья все хорошо все замечательно на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео пойду заниматься камином кроем может быть что-то повяжу схожу за посылочкой ну и конечно же до скорых встреч я вас всех обнимаю всех люблю с вами была Елена Ситникова пока пока